Так что же все-таки хотят международные экологические организации от нашей области? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире другой формат в студии депутата областного собрания Екатерина Поздеева и Александра Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, для чего, по вашему мнению, международная организация Greenpeace пытается запретить вырубку леса в России? И вот какие результаты мы получили. Это один из видов санкций против России 46%, они ратуют исключительно за сохранение лесов, пусть и в другой стране 12% и, трудно сказать, однозначно 42%. А тем временем к работе приступает новый состав Государственной Думы. Не успели вновь избранные парламентарии даже собраться на первое заседание, а в обществе уже разгорелся жаркий скандал. Все обсуждают новые налоговые инициативы. Первая инициатива родилась в Верхней Палате Парламента Совета Федерации. Парламентарии предлагают ввести налог на выезд за границу. Объясняя это тем, что для многих россиян, и особенно живущих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, местная авиация является единственным способом передвижения, но сейчас она находится в стагнации. Авиакомпании банкротятся, аэропорты не развиваются, нет авиационной техники. Число аэродромов 1400 в 1992 году сократилось до 259. Сам по себе такой сбор обычное дело и применяется во многих странах, объясняет владелец компании по обслуживанию гражданских аэропортов из Сиднея Австралии Дмитрий Сильвер. Однако предполагаемый правительством России сбор на вылет за рубеж совсем иной природы. Строго говоря, он вообще не подпадает под определение аэропортового сбора. Аэропортовые сборы это частное дело частной компании, которой надо собрать средства для, например, расширения терминала. То, что собираются вводить в Россию, это по сути крошечный, но налог на выезд. Такой микровариант выездной визы. Я не слышал, что в каких-то демократических странах подобный налог существовал, говорит эксперт. Многие россияне недоумевают, почему вопрос развития малых аэропортов, например, на Дальнем Востоке, будет решаться за счет других жителей других субъектов, которые на том самом Дальнем Востоке никогда не бывали и вряд ли вообще побывают. Пока обсуждается одна трехпроцентная стоимость билета. Вроде бы не критичная сумма, но все же в условиях финансовых трудностей жителей страны весьма неприятная ситуация. Отличились еще одной идеей и вице-премьер Ольга Голодец. Ее идея о том, что нужно ввести платежи, считаем налоги, за пользование социальной инфраструктурой с неработающих граждан. Фактически же это налог на тунеядство. Предполагается, что вносить платеж обяжут всех россиян трудоспособного возраста, которые не работают по трудовому договору или не стоят на бирже труда, за исключением льготных категорий. Аналогичный закон уже действует в Беларуси. Сторонники его введения упирают на то, что неработающие граждане сознательно попирают принципы социальной справедливости. Страховые взносы они не делают, а всеми гарантиями при этом пользуются. В частности, могут бесплатно лечиться в поликлиниках и больницах. А при достижении определенного возраста претендовать на минимальную пенсию. Более конкретно инициатива не раскрывается. Но если посмотреть, например, Беларуси, то многое становится понятным. Если вкратце, то беларусы не участвуют в финансировании государственных расходов с 2016 года, обязаны вносить ежегодный платеж в размере 4,2 миллиона местных рублей, около 200 долларов. От взноса освобождаются лица до 18 лет, инвалиды, пенсионеры, женщины, воспитывающие детей до 7 лет, военнослужащие и так далее. Всего около 20 таких категорий исключений. Противники законопроекта, аналоги на тунеядство, ссылаются на печальный опыт СССР, где существовала статья «Заведение паразитического образа жизни». В 1991 году она была отменена как атомизм. И современная Конституция Российской Федерации считает труд правом, а не обязанностью гражданина. Против высказался Министерство экономического развития. Тем временем ВЦООМ привел опрос на эту тему. Выяснилось, что почти половина россиян, это 45%, считают необходимым принятие в России законопроекта о тунеядстве. Подчеркивается, что поддерживают данную идею чаще всего люди пенсионного возраста, 59%. Негативно данное предложение воспринимают в первую очередь молодые люди, 54%, средние 18 и 34-летние. Жители крупных городов, 54%, респонденты с высоким достатком, 55%. Молодежь, высказывающаяся против, активно обсуждает эту тему в интернете. Как в известном мультфильме, предлагают разные виды налогов, которые еще можно ввести. Налог на болезнь, налог на травму и налог на смерть. Ну и, наконец, налог на налог. Беспокойство молодежи объясняется просто. В последние годы довольно значительная часть молодых жителей, особенно крупных городов, нашла для себя способ зарабатывать деньги, введя в социальных сетях странички, делая их популярными среди читателей, что благодаря множеству подписчиков дает им возможность размещать платные рекламные материалы. И на полученные за такую рекламу средства вполне прилично жить, ведя довольно праздный образ жизни и не платя ни единого налога. И сегодняшний наш опрос звучит следующим образом. А как вы считаете, нужно ли вводить новые налоги для пополнения бюджетов в настоящее время? И три варианта ответа. Да, нет и затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы. А на опросы вы можете ответить на сайте Двинаинформ. До свидания и всего вам доброго. До свидания.